Добрый день! Кинопанорама с Юрием Рязановым. У нас в гостях Гузель Султанова, режиссер фильма «Снежинка». Здравствуйте! Здравствуйте! Гузель, несколько слов о фильме. Зачем его нужно смотреть? Чему он доброму учит? Ну и что могут люди из него вынести? Я хотела рассказать о том, как тяжело приходится ребенку, когда у его родителей нет взаимопонимания. Это вот то, что касается судьбы главной героини Дунечки. Класс, давай поиграем. Мы давно не играли. Дуня, никаких игр. Иди одевайся. Ну, мой! Точно так же тяжело приходится ребенку, когда его родители не слышат его, пытаясь его как бы осчастливить тем путем, который они считают необходимым. Не спрашивая, что же хочет ребенок. Это судьба вот второй главной героини Настя. Я этого так не оставлю. Вы знаете, сколько это платье стоит? Это же Сваровский. И в чем она теперь выступать будет? Я вам сейчас такой спектакль устрою. И о том, что дети очень тяжело переживают любой разлад и любой конфликт, и вообще всю ту жестокость взрослого мира. То есть они ее осваивают благодаря взрослым. И надо очень, наверное, трепетно относиться к своим детям. И вторая сторона – это о том, что мы все, даже вырастая, все равно остаемся детьми. И очень важно до своего взрослого состояния, своего ребенка, этого внутреннего, который готов последнюю рубашку снять, который готов помочь, который страдает от несправедливости, сохранить в себе, не убивать в себе, не гасить, а как бы этого ребенка сохранить и давать ему жить. Гузель, ну, вы правы, действие происходит в детском садике. Когда вот я смотрел этот фильм, я сам стал вспоминать, кем я был в детском садике. И вот эти детские эмоции, они порой более сильные, более глубокие. Почему вот говорят вот даже вот «друг с детства»? Потому что в детстве люди искренние, они видят, открываются, как бы максимально открываются. А это прекрасно, да, что каждый считывает свою историю. Я выглядел, что вот живет небогатая семья, они как бы в разводе, папа с мамой, а ребенок, переживая, остается самим собой. И ему простыми детскими искренними вещами, как то, что она готова пожертвовать своей ролью, которую она учила, пожертвовать своим платьем, может быть, даже какого-то зла не замечать. И папа, когда видит с мамой, какой у них ребенок, мирится, и в конце фильма, такое бывает, конечно, как в сказке, они вот из такого состояния ссоры, может быть, даже развода, начинают жить снова вместе. И вот благодаря этой детской наивности, детской искренности ребенка. Папа такой рубаха-парень, который все время всем помогает, что, собственно, раздражает и послужило причиной вот этого конфликта и развода. Ну что, платье купил? Да. Да? Только я его в машине оставил. А машину Тёме отдал. Тёме отдал? Ага. У него выставка, ему нужно картины перевезти. Но когда мама видит тоже абсолютно качество в чистом виде в своей дочери, да, а мы не можем, ну, ненавидеть, да, своих детей, мы можем их только принимать такие, какие они есть. Она понимает, что, возможно, её претензии к отцу, да, ну, там, слишком сильные. Может быть, надо посмотреть на это с другой стороны, потому что дочка, она вот такая копия папы. Возьмите моё платье. И очень важно было для меня закончить этот фильм тем, что родители договорились, что они, вот из состояния конфликта, когда каждый гнёт свою линию, что ты должен делать так, нет, я буду так, что они научились слышать друг друга и предлагать друг другу взаимоприемлемые варианты, что, окей, если ты завтра помогаешь другу, тогда послезавтра ты посвящаешь полностью день семье. И вот это, ну, как бы, та точка, ну, как бы, мне кажется, катарсиса для зрителя, когда мы выдыхаем и говорим, ну, теперь у них всё будет хорошо, потому что они научились быть друг с другом. Опять? Опять? Тогда в воскресенье и каток, и шоппинг, и на весь день. Детей вы выбирали для фильма, ну, кастинг проводили? Да, да. Один из продюсеров фильма Оксана Лохно, она там прошерстила кучу театральных студий детских, агентств детских, вот, и там разговаривала, уговаривала, приглашала детей на кастинг, вот, и мы отсмотрели очень много детей, вот, вот, и вот я выбрала, так сказать, претендентов на главные роли. Женю Хамжукову, ну, как бы, я увидела сразу, то есть вот она сразу вписалась в моё понимание персонажа, моё представление, и вот я не ошиблась. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то, как зверь она заводит, то заплачет, как дитя. Вы не пытались этот фильм продвигать на телевидении? Ну, на телевидении не показывают короткометражек, вот, у него прекрасная фестивальная судьба, вот, он там уже более 30 фестивалей прошёл, больше 30 призов, там где-то одна треть призов у Женечки, как главная лучшая актриса, лучшая девочка-актриса, вот, там очень много дипломов за нравственность, за, там, идеалы чистоты, любви, добра и так далее. Вот, ну, вот, фестивальный прокат у него был хороший, а на телевидении даже непонятно, куда его нести, кто его возьмёт, как бы, центральные каналы. В советские годы такая была практика короткометражных фильмов показать перед художественными сеансами, вот, я прям вот такой вот идеолог этого возобновить. Это была бы хорошая практика, вот, у нас есть лагеря, лагерь детский, мы постараемся ваш фильм тоже показывать. Спасибо огромное вам за этот фильм. У нас в студии была Гузель Султанова, режиссёр фильма «Снежинка». Спасибо, до новых встреч!